Иногда нужно делать паузы, чтобы забыть о делах. Встать с первыми лучами солнца, определить маршрут, расчехлить видеокамеру и из установленного места сбора вновь отправиться в путь. В нашем очередном выпуске мы рады предложить вам необычную прогулку по бездорожью в одной из самых живописных мест Северного Кавказа на озеро Хурлакёль, которое притаилось высоко в горах Карачаева-Черкесии. Ребята из аэро Нива не ищут легких путей, поэтому и эта дорога будет проходить экстремально и сложно, но зато в сопровождении лучших друзей и хорошего настроения. От Кисловодска направляемся в глубину гор к Карачаевску. Одна из самых кратчайших и живописных дорог на Кавказе. Эта дорога через перевал Гумбаши. Неповторимая и чарующая автодорога вдоль долины реки Мара, где горы предстают во всем своем великолепии и многообразии, заставляя восторгаться своим совершенством. Вдоль дороги попадаются передвижные пасеки, хозяйственные постройки пастухов. Эти места славятся своими сенокосами и пастбищами. Дорога начинает закручиваться серпантином. Еще поворот и, наконец, перевал. Вдали открывается панорама главного Кавказского хребта, сверкающего ледниками и вечными снегами. Оливей – величественно возвышающийся над синей Марио, красавец Эльбрус. На высшей точке перевала, доступной для автомобилей, смотровая площадка. Она вся в нашем распоряжении. Высота чуть более 2000 метров над уровнем моря. После перевала опять серпантин. Виды разбавляют деревянные мосты и лесопилки вдоль дороги. Доехав до Карачаевска и свернув на горную дорогу в ущелье Ходес, мы добрались до места под названием «Царские ворота». Именно через эти ворота и реку Ходес пролегает путь к озеру. Ходес – это одна из бесчисленных горных рек в Карачаево-Черкесии. Хлипкий мостик через реку проходит между двумя отвесными скалами. Это место называется «Царскими» или «Волчьими воротами». Часто их называют «Золотыми». Место весьма известное у любителей внедорожных покатушек, так как от него начинается подъем к высокогорному озеру. Но перед этим нужно перебраться через реку. Дождливые дни и без того хлипкий мостик становится совсем опасным, и переправляться приходится прямо через кипящую пузырями реку. Но решили передвигаться по мосту, который находится в аварийном состоянии и выглядит не очень надежно. Не самый спокойный путь. Дорога очень сложная. Сплошное бездорожье, каменные уступы и крутые подъемы. Но главная цель должна быть достигнута. В любом случае, при любых обстоятельствах, увидеть одно из самых ливнейших горных озер мира. Чувствовали, чувствовали, бери, бери. Марик, опять передай другому, раздвуки направо. Ждет. Чтобы преодолевать такие сложные участки, нужно вначале ездить на Ниве осторожно, аккуратно, дозированно. От откровенных лайт-покатушек, там, где пройдет почти любой автомобиль, постепенно переходя к более сложным условиям. Не стоит сразу кидаться в топе болот или в Азовскую колью после проливных дождей. Бездорожье явление коварное. Оно не терпит суеты и понтов. А отсюда начинается самый сложный участок с крупными камнями. Вот где определяется мастерство каждого любителя внедорожной мастерки. Нужно всегда помнить, что внедорожник сам по себе – это не панацея от любого бездорожья. Поражает его проходимость. Если передвигаться с умом, то он в буквальном смысле начинает ездить там, где, кажется, проехать невозможно. Трансмиссионочка, да? Гуляет, ну это жестко, если можно пробить. Газуй, газуй, не отпускай, не отпускай, не отпускай. Не отпускай, не отпускай. Газуй, 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 газуй. Автомобили героические, а порой и вовсе играючи, преодолевают все тяготы бездорожья. Сказать, что мы были поражены ее проходимости, значит ничего не сказать. Мы увидели внедорожный их стойкий нрав. Нива не танк, ездить на ней надо учиться. И неподготовленным людям здесь действительно делать нечего. Попав на это бездорожье, все будто забыли о своем водительском стаже. Ездить на Ниве в ее родной стихии они учились заново, избавляясь от ложного и очень опасного ощущения мастерства езды по бездорожью, которое неизбежно может привести к жуткой засаде. Проезжая такие сложные участки, ни в коем случае нельзя просто дурачиться. Ко всему нужно подходить с головой. Вот, вот. А, ну, баба, не поделись. Это сильно летит. Если ты возьмешь чуть-чуть ее, вот видишь, дисками пьются, они по рогу. Вот обгонят. Или вот так идет, прямо машина вот так идет, или так. Бампера, брызговики, прикинь, хорошие. Бампера на самом деле легче зацепить мы, чем его, ты знаешь? Они за подлецом стоят. Кситов, газ не отпускаешь, пошел. Проскочишь вообще налегке. Правое колесо, левое колесо повисает прямо колесу, делай и пошел. Где он опыт, видите? Этот опыт. Чуть-чуть не для пилей. Ему левее надо брать. Добраться до водоема было достаточно проблематично. И вот, наконец, показались поляны, которые окружают остров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура, мы здесь. Озеро Хурлакёль. Карачаево-Черкесия. Если есть матрас, тогда ставьте. Если нет, то... А где его вверх? Вон, вон. Одевайте на него сверху. Вот-то и он. Парни, вот здесь, везде, что-то фиксируйте вот так палатку, потому что это все будет мешать вам. И вот так. Озеро Хурлакёль находится в естественной котловине и окружено только горами. Его возраст, только вдумайтесь, около 15 тысяч лет. Поэтому его по праву можно считать древнейшим озером планеты. Название озера с тюркского языка переводится как «Озеро каменистого места». Жемчужина Карачаева-Черкесии. Находится на северном склоне передового хребта между речью двух рек Худес и Хурзук, в межгорной котловине на плато Садерлар. Красота неописуемая. Вокруг горные хребты с ледниками и снежниками, изрезанные глубокими ущельями. Так и хочется сказать. Прекрасное озеро Хурлакёль раскинулось на высоте. Кстати, карачаевцы утверждают, что озеро находится на высоте примерно 2400 метров над уровнем моря. Сюда любят приезжать туристы, потому что озеро окутано множеством мистических историй и легенд. Одну из них вам обязательно расскажут местные жители. По легенде, в этих местах жил бравый джигит Аймуш. Была у него огромная тара овец, которых он очень любил, как и они его. Одним прекрасным днём из недр вод горного озера появился злой дух золотого барана и наслал на Аймуша помрачение рассудка. И проявилось это в том, что он влюбился в обыкновенную девушку, женился на ней и полностью забыл о своих овцах. Животные долгое время ждали своего пастуха, а когда он пришёл, то не узнали его. Был он зол и вёл себя агрессивно. Овцы, не выдержав таких изменений, бросились в озеро, окатив пастуха студёнными водами. И к джигиту пришло просветление. Побил свою жену Аймуш, склонил голову перед своими родителями, оделся в бурку, подпоясался, взял с собой кинжал из серебра, который защищает от нечистой силы. Пришёл на озеро и утопился. Местные жители утверждают, что периодически из вод слышны крики и голоса. Это кричит Аймуш, гоняясь за злым духом золотого барана. А иногда на поверхности воды видим белый пух от брошенных овец. Вокруг много удобных полян, на одной из которых мы и разбили лагерь для ночёвки. До полной темноты успели расчистить палатки, развести костёр, приготовить ужин. Первым на горячем, на первых углях надо будет жарить ножки, а на последних уже крылышки. Будет мощно, мощно будет. Всё это заправляло с хорошим настроением и весёлыми историями. Усталости как будто и не было. Сюда очень тяжёлый путь, который проходит через леса, горы, каменистые дороги. Эту дорогу можно проехать только на подготовленных машинах с опытными водителями. Путь сюда занял около 10 часов, выехали мы всем утром. И уже сейчас начинает темнеть. Мы разбили палаточный лагерь, где мы себе готовим ужин. Вам, дорогие друзья, я хотел бы сказать, не ленитесь, выезжайте, посещайте. Не только дома, там какие-то места, но и в соседние красивые республики. Далее всё как полагается. Отдых у озера, звёзды. Песни у костра в компании популярного исполнителя авторских песен Северного Кавказа Александра Бума, который, кстати, наравне с ребятами отлично справился со сложностями внедорожной езды. Ибра, меня не бери. Что ты искал ночами, меж звёзд над облаками, но... Все, кроме Саши. Все её знают, только Саша не знает. Утро на озере Хорлакёль особенное. Многие с утра отправились изучать окрестности. Кто-то из ребят решается нырять в озеро. Говорят, купаться в нём вполне безопасно. В нём нет рыбы. Из-за сильного перепада температур в озере нет вообще никакой живности, разве что изредка встречаются прибрежные водоросли. С высоты окрестных склонов озеро выглядит как зеркальце. Правильные круглые формы похожи на след от падения метеорита. Прозрачное, как стекло, и студённое, как лёд, вода производит впечатление мёртвой воды из сказки. Температура воды летом прогревается до 20 градусов. Глубина достигает 10 метров. Тишина и покой царят вокруг, словно всё боится нарушить заповедную дань. Озеро живёт своей, только ей понятной жизнью. Это место для людей, сильных телом и духом. Где ты начинаешь понимать слова «величие» и «бесконечность». Где люди живут больше века и при этом понимают, что живут мгновенными. Это мир Земли, которая упирается в небо. Ещё одна сказка для тех, кто хочет её видеть. На обратном пути ребята снова учились преодолевать препятствия. Одно из главных – спуск по горному грунтовому серпантину с постоянным продольным уклоном, на котором встречаются крупные валуны и крутые повороты. Узкая дорога, как горная полка с почти вертикальной стенкой и осыпями крупных камней, которые хрустели под колёсами, а иногда предательски выскальзывали из-под них. «Я еду, еду, мать!» «Может, с той стороны камушки подложить, чтобы кто-нибудь взял?» «Давай, да!» «Стой!» «Стой, давай камни там подложим, а!» «Стой!» «Может, с той, наоборот, не стоит идти, нормально, нормально!» «Стой, наоборот, не стоит идти, нормально!» «Стой, пошёл, пошёл!» «Стой, как разы хотел сделать, делим, спутник стойка» «Под машину, ты тоже так!» «А ещё вон!» Ехать приходилось крайне аккуратно. Часто останавливались, чтобы убрать камни с дороги. Спуск оказался не менее сложным и также принес много волнений. Увы, эта поездка не обошлась без поломки. Сломаться может все что угодно. Обычно внедорожники гнут задние мосты и выворачивают переднюю подвеску о препятствии, убивают коробки, могут быть любые проблемы с двигателем. На царских воротах кто-то рисковал проехать по мосту, но некоторым пришлось передвигаться вброд через реку, промерив глубину, траекторию и определив местонахождение крупных камней. Все прошло благополучно. Испытывая гордость за преодоленные расстояния, по дороге домой все же набегала острая тоска. Хотелось обратно туда, где разряженный воздух и особая высокогорная тишина дают необыкновенную силу. Несмотря на сложный маршрут, озеро Хурлакёль – место, куда хочется вернуться. И мы обязательно это сделаем. В нашем следующем выпуске смотрите. Путешествие Сайра-Нива в одно из почитаемых мест Северной Осетии – древнее святилище Дегори-Изад. Чем знаменита пещера и что гласит легенда о святилище? По преданию, здесь висела цепь небесного происхождения. Да уйди, запорол Акадр. Марш, мы. Конечно, конечно, никогда никого не растягивал. 15-17-0-0. Утверждают, что высота озера… Высота? Не сидя дома у телевизора. От всей души иронива. Субтитры подогнал «Симон»